Татьяна Лазарева И наш музыкальный помощник Чех, оркестр Александр Пушно! А также с нами сегодня наши музыкальные друзья. Найкращая группа во всем свете была у нас Инжей Нема, группа Джанкой Бразерс! Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! И, конечно, весь вечер сегодня с нами наш главный приз – золотой оскал, который команда-победительница получит в финале. Дело в том, что в этом сезоне наши юмористические бои без правил проходят по олимпийской системе. Для тех, кто слыхом не слыхивал про барона де Кубертена... Как? Пьера де Кубертена Барона. Барона же, Пьера. И олимпиаду. Я скажу, что это, как правило, в фильме «Горец». То есть остаться должен быть один только кто-то. Поняли вот сейчас? А ты сама-то поняла, что сказала? Ну, я в процессе. Ну, когда поймешь, скажешь нам. Хорошо. Ну, молодец. Иди. Итак, сегодня в красном углу ринга команда сериала «Солдаты» в составе Иван Маховиков, Антон Эльдаров и Роман Богданов. Четверть финала эта команда сделала невозможное. Она вынесла в одни ворота саму фабрику звезд. Да. Давайте посмотрим... Всё. Как они влезли в одни ворота, непонятно. Но они это сделали. Итак, давайте посмотрим лучшие моменты этого геракловского подвига на экране. Прошу. А давайте, давайте, повторим. А почему стоим? Пробки. Команда сериала «Солдаты». Прошу вас занять место в красном углу ринга. А в синем углу ринга команда телеканала ТНТ в составе Тимур Родригес, Владимир Тишко и Дарья Сагалова. Тимур Родригес, Владимир Тишко и Дарья Сагалова. Стоять. В своём четвертьфинале эта команда в пух и прах разгромила команду самого Сергея Фролова. За это, кстати, вам огромное спасибо, друзья. Итак, давайте посмотрим на то, как это произошло. Прошу внимания на экран. Подождите. С нашим мой сна. Пишу. А-а-а. Пишу. С нашим мой сна. Братан, ещё раз давай. Подожди. Давай, это что? Это ты мне всё дал. Это полторы строчки ты мне дал. Давай всё сюда. Как жалёшься порог чё-то и по итогам порог чё-то. Для команды телеканала ДНД прошу вас взять место в синем углу ринга. Перед началом любого поединка, конечно же, мы выбираем название командам, но с учётом того, что это второй бой, я задаю вам вопрос. Решили ли вы сохранить название своей команды ни одного голубого? Ну, чётко. Обязательно, обязательно мы сохраняем. Ну, у нас, правда, некоторые сомнения закрались, но это ничего. Ну да, прошло столько времени. Это шоу-бизнес, шоу-бизнес. На самом деле, это как осталось. Да, надо переходить, чё заказать. Ну, то есть, ни одного голубого и один сомневающийся, да? Ну вот, сомневающийся. Сомневающийся. Ну, в общем, в целом понятно. Итак, Татьяна, что у вас на вашем краю там происходит? Мне кажется, эта команда просто, она называлась Команда Победителей. Совершенно верно. Стоит ли менять название? А теперь как нельзя актуальнее звучит наше название. Поэтому мы ни в коем случае его не меняем. Команда Победителей как нельзя актуальнее. Итак, бой между командами ни одного голубого и командой Победителей объявляется открытым. Итак, табличку с номером первого раунда у нас всегда носила Татьяна. Потому что Татьяна это делает лучше всех в мире. Даже лучше Пушнова. Да. Сегодня я буду откровенен. Пожалуйста, Татьяна. Итак, внимание. Внимание. Первый раунд. Первый раунд. Итак, наш первый конкурс абсолютно новый. Никому не известный. Известно лишь только то, что это было любимым развлечением маленького принца. Помните, он рисовал шляпу, потом заставлял всех увидеть в этой шляпе спрятавшегося слона. Да. И что самое удивительное, ему это удавалось. А на самом деле это был удав, который проглотил слона. Да. Сейчас наши уважаемые участники будут повторять этот подвиг маленького принца. С одной лишь разницей, что они будут использовать не какой-то банальный листок с карандашом, а нечто. Прошу. Итак, это приспособление носит простое русское название «тачскрин». Что в переводе с русского обозначает «сенсорный экран», Татьяна. Правило очень просты. Один участник команды рисует слово, а вся остальная команда угадывает. Итак, первыми в этом конкурсе участвуют представители, да и вообще все, я думаю, все участники команды «Ни одного голубого». Итак, еще раз напоминаю вам, на экранах, которые находятся сейчас за участниками программы, в данном случае за командой «Синего дивана», появятся слова, которые Иван будет рисовать так, чтобы его друзья поняли их. А вы не должны оборачиваться при этом. А, Боже мой. Конечно, иначе мы вам отрежем что-нибудь. Я думал, где читать нужно, я не могу найти экран. Итак, внимание. На все про все у вас три минуты. Попытайтесь угадать как можно больше слов. Поехали. Поехали. Рука. Нет, это вот... Уши. Нос. Хвост. Мышка. Ботинок какой-то на суке. Микки Мак. Зайчик. Зайчик. Браво. Девучее слово. Зайчик. Ну давай. Ивана даже не сразу понимает. Он читает. Иван... Птичка. 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 Цыпленок. Утка. Утка. Не утка, не птичка. Нет, страус. Так, секунду, секунду. А, вот что-то какие-то... А, клюет зерно. Зерно. Курица. Курица, клюет банан. Клюет зерно. Зерно клюет курица. И что? Хлев. Я не понял сейчас, манделя вообще. Я тоже не понял, что он делает. Это что? Орел. Орел летит. Добыча. Хищник. Это птица. Хищник. Это птица хоть, елки-палки. Следующее слово. Вань, не договаривались так с тобой вообще. Быстрее, быстрее, давай. Быстрее пиши. Яйцо. Нет. Мальчик. Пушной. Пушной. Язык. Язык. Язык нос. Что он? Ну, ребенок что ли? Объелся. Паук объелся. Нет, подожди. А, наел... Блин, непонятно вообще. Плохишь, плохишь, плохишь. Следующее слово. Ты что? Ну? Ну? Дом. Дом. Браво, следующее слово. Следующее, давай. Скорее, скорее, давай, смотри. Скорее, давай. Рисуй, рисуй. Глаза, глаза, смотрят, смотрят. Телевизор. Телевизор, да. Ага, нос. Нет. Эээ... Что это? Робот, робот. Робот. Жена. Робокоп. Киборг-убийца. Киборг-убийца. Только рисовать. Терминатор. Киборг-убийца. Браво, терминатор. Иван, Иван, Иван Иван, быстрее, минута 0,9 осталось Ванечка, что это, ноги У какого-то животного А, волк, волк, ну погоди Браво, следующее слово Ну погоди, точно, ну быстрее, ну Еще быстрее Ну, какая-то штучка Подозрительная штучка Подозрительная, поезд, поезд едет Поезд, вагоны, паровоз А, вагон А, тепловоз, нет, нет Нет, нет, нет Что, проводник? Господи, господи, что это такое? Я не знаю, Ваня, это что? А, авария на железной дороге Ну, ну как же А, там Шпалы, шпалы, рельсы Я поняла, кто это Кто это? Стрелочник, стрелочник Сбили человека, нет Аннушка Каренина, Анна Каренина, нет Анна Каренина Следующее слово Следующее слово Ну, следующее осталось О, это, наверное, что-то Урна Бочка с медом Урна, бочка с пивом Бокал пива, пиво, бокал Много бокалов, вода Ну, на че? Иван Макликов Команда Ниадама Голубова Сериал солдат У нас принадлежит машин Владимир Тишков Итак, мы готовы Экраны готовы Готовы ли Тимур и Даша не подсматривать на экран? Да, да, да Итак, поехали Поехали Володя Володя Быстрее, бутылочка Бутылка, браво, следующее слово Быстрее, очень медленно рисуй Яичница Нет яичницы, невкусная Так, быстрее, быстрее, Володя Не мусорить Нет, нет, это губка какая-то Ну, что, лужа Глаза Яйца Яичница Перед яичницей Смятку вкрутую Глазунья Омлет Браво Везде оборачиваться очень хочется Я к тебе обернулся, мне тоже очень хочется Так, так, клювик Клювик, нет Кепка, милиционер Браво, следующее слово Не торопитесь, Александр Не торопитесь Дальше, дальше, давай Дальше, поехали Дальше, коление Володь, смотри, давай дальше Мы вам быстрее отгадываем, чем он рисует Куча мусора Так, так, так Что это? Что это? Градусник, термометр Яблочко Бутылочка Дом, люди Нет Люди, люди, дом Жилой дом Нет Алые паруса Нет, шкаф Дом на Мосфильмовской Ну Шкаф Что это? Нет Человек, я владелец дома, это мой холодильник Холодильник Холодильник, браво Следующее слово Так Так Это домик тоже? Это, это нет Это не домик, это квадратик Телевизор Чёрный квадрат Браво Автора, автора Валерий Дальше, 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 время Жёлтый квадрат, вот скажите, Шко Жёлтый квадрат, Тишко Так, телевизор Да Приёмник Параболическая антенна, радиоприёмник Маффан, маффан Что уходит от него? Что это, Торис Вова? Это утюг Нет Это Это Но это Амперметр Нет, он ходит Вольтметр Да Вольфрамометр Гипермаркет Гипермаркет в Биберево Помоги мне, Вова, рисуй, рисуй Следующее слово Следующее слово Очень хоро Быстрее, быстрее Так, 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 сейчас Быстрее Дерево Пихта Дуб Туя Туя На ней гнездо Вороной Ворона Басня Крылов Лиса Ворона и лисица Ворона и лисица А это что, облачка? Глосы ныне там Подожди, ну это дерево, это понятно Ну быстрее Следующее слово Быстрее, быстрее Следующее слово Быстренько, быстрее Хоть что-нибудь рисуй Быстрее, молодой, быстрее Очки Есть Ну что ж Так каждый может Очень и очень было интересно Так может каждый Что так может каждый А как они холодильник отгадывали Через дом на Мосфильмовской Через дом, а это мой холодильник Вы заметили, Михаил, что кукушка очень похожа на всех птиц в мире Ворону В исполнении Владимир А почему не угадал синхрофазотрон, Тимур? Я вообще не понимаю Ведь вы так близко поприближились Я очень быстро был Гипермаркет Биберева Ну вы же уже вот Да, и вот он же Вот прям следующий После гипермаркета Синхрофазотрон И так же Я предлагаю нашему жюри выставить оценки за первый раунд Я сразу хочу сказать, что жюри у нас сегодня Как никогда не подкупно, беспристрастно и непорочно Это 15 честных и неподкупных присяжных заседателей Из фильма Никиты Сергеевича Михалкова 15 Который будет номинироваться на Оскар уже в следующем году И вот там В следующем году ему точно повезет И так, пожалуйста, ваши оценки за первый раунд Прошу вас Спасибо Ценой неимоверных усилий в первом раунде Команда победителей Просто ровно пополам порвала команду ни одного Голубого со счетом 10-5 победила на первом раунде Но это еще ничего не значит Табличку с номером второго раунда у нас обычно проносит капитан проигрывающей команды Как правило, это Сергей Фролов Но так как его сегодня нет То, конечно Я уж не знаю Кто это будет Выбор велик Кто капитан? Я майор Я майор А я прапорщик Давай А я сейчас Давай Итак Внимание Вы сейчас кого изображаете? Внимание, говорю Он перепутал с командой место А Внимание Внимание, приготовься, Вань Армия, извините, совсем другие команды Да, я понимаю Итак, внимание Или я зря сказал Второй раунд Итак, наш второй конкурс Еще проще, чем первый Вообще ничего не надо угадывать Даже придумывать ничего не надо Да Надо просто более или менее связно Рассказать о жизни Вашего любимого кумира Итак, первыми в конкурсе Видеоизложения Участвует команда победителей Прошу Не первый раз у нас Я тоже знаю Это песня, да Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, Тимур Еще раз Хотелось бы узнать Кто же является моим кумиром На сегодняшний день Моим любимым кумиром Как справедливо отметил Михаил Почему-то Есть любимые кумиры А есть не очень Не очень Есть кумиры такие А есть и Для Родригеса Мы специально подобрали Кумира Родригеса Да, давайте посмотрим Кто это сегодня Итак, приготовились Собственно говоря Поехали Жизнь замечательных людей Навыки чтения проверяются Арнольд Шварценеггер Yeah Арнольд Шварценеггер Провел свое детство В Южном Бутово Потом родители Переехали в Калифорнию И злая бабушка Лупила его так Что он начал Разговаривать Голосом Володарского Володарский Выглядел так И естественно Серги в носу Позволяли бы говорить Именно таким голосом Это Арнольд В возрасте 15 лет Упражняется на гитаре За что потом Вот этим самым грифом Он был отлуплен Той самой бабушкой Творческий путь Арнольда протекал Естественно В родном Нью-Йорке Пилюли, пилюли Еще раз пилюли Провели его В наркологическую клинику Где он и провел Несколько месяцев Своей жизни Вот последствия Излечения Естественно Вот они Последствия Которые копились Долго-долго И складывались В большой контейнер Застряв Между двумя камнями Арнольд Наконец-то Накачал Свои бицепсы Первые банки Выглядели Именно так Друзья Арнольда Сколько их было Вот он Этот человек Который упражнялся С ним долгие годы Вставал с ним В 6 утра Естественно Пил молоко И сладкий протеин Пожалуйста Вот Арнольд Уже качается Не просто гантелями А настоящими самолетами Так А это первые поклонники Арнольда Шварценеггера Только они говорили Тогда еще на доступном языке Из них Собственно говоря Арнольд нашел девушку Которая и устроила ему Личную жизнь Вот Вот она Кабала Арнольд впервые женился И понял Что брак Это не его А это Тесть Арнольда Его лицо Означало Конец карьере Но Вантус помог Все Спасибо Тимур Родригес В курсе видеозложения А мы приглашаем сюда Приглашаем сюда Представителя команды Не одного Калукова Прошу Итак поехали Собственно говоря Роман Начинайте Спасибо Жизнь Замечательных Людей Вот он Вот он Тот артист Без которого бы не было Вообще Шоу-бизнеса В России Николай Басков Детство Николая Баскова Прошло В Подмосковье Почему-то Именно там Вот Для того Чтобы петь Так как он поет Сейчас Он долго носил Эти электрические Приборы И зубы Становились все лучше и лучше Соответственно От этого Лучше становился Его вокал После того Как он приобрел Вот это вот Он думал Что это Самый настоящий Музыкальный инструмент Труба Но как оказалось Это просто Для увеличения Звука его голоса И он продолжал Заниматься Именно Этим способом Творческий путь Давайте пойдем дальше Опять Те же таблетки Которые У Арнольдс Он просто думал Все-таки Поесть немного Именно тех Препаратов Которыми Пользовался Арнольд И обложиться Полностью огурцами Для того Чтобы лицо Николая Баскова Было таким же Нежным И Друзья Друзья Николая Баскова Были Водили его По разным местам Но именно В этом месте Он Спел свою Первую Высокую ноту Именно таким Способом А вот Таким способом Николай Басков Прихрепел Свою Первую Низкую ноту Непонятно Что происходило С ним Именно внутри А вот Этим способом Все самые Низкие И высокие Песни Николая Баскова Пелись только Стоя на Этих гвоздях Потому как По другому Петь он не мог Личная жизнь Личная жизнь Я помню Не сложилась У него Последнее время Это Николай Сделал первые Татуировки себе Вот В случае Выпадения волос У него будут Красивые Татуировки На голове И соответственно На затылке Браво Конец Спасибо Да Итак Уважаемые жюри Пожалуйста Сейчас вам Предстоит Поставить оценки За конкурс Видеоизложения Вспомните Как это было Взвести Все За Ну и против Тоже Наверное Итак Конкурс Видеоизложения Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удивительная единодушие сегодня показывает нам жюри. Они вот как в первом раунде голосовали 10-5, так и во втором проголосовали 10-5. А может быть просто сказать людям, что им не обязательно поднимать одинаковые таблички? Да. Может быть рассказать им о том, что у них есть выбор? Они могут голосовать по-разному. Понимаете? А может быть им еще сказать, что они сейчас пойдут домой спать? А может быть им по-поголове настучать вот этой табличкой? Да? Кого мы попросим это сделать? Я думаю, Тимура, раз он такой умный. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, общий счет после двух раундов. 20-10 в пользу команды победителей! Это разминка, Тимур, просто разминка. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Тимур сейчас прямо как Владимир Кличко готовится. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, третий раунд! АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно! Все движения отточены. Посмотрите, ну. Министр танцев просто. Министр танцев. Итак, наш третий конкурс называется АПОШ. Многие, многие думают, что это слово наоборот. Нет, друзья. На самом деле это аббревиатура. И мы хотим сделать вот что. Мы хотим попросить зрителей, присылайте нам, пожалуйста, свои варианты расшифровки этого конкурса. Только в данном случае не рисуйте, пожалуйста. И победители получат ценный приз. Золотой АПОШ. Что вы говорите, Михаил? А где же он? Он, наверное, где вы его поставили. А-а-а! Вот он. Да, друзья, это очень ценный приз сделан из чистого золота. Это специальный аппарат для того, чтобы играть в АПОШ в бытовых условиях. И в бытовых условиях. В бытовых условиях. Кажется сначала, что она никогда не сможет помочь вам в этом. Но это первое впечатление. Потом привыкаешь к нему и уже начинаешь играть с ним в АПОШ. Мы даже так и назвали его. АйПОШ. Итак, первыми в конкурсе АПОШ загадывает песню представительница команды победителей Даша Сагалова. А угадывает ее наш старый знакомый. Роман Богданов. Здравствуйте. Роман, прошу. У нас все стерильно. В конкурсе мы используем только новые диски. Новые, не целованные, запечатанные диски Александра Пушного. Для того, чтобы лишить слуха, люди не придумали еще ничего более лучшего, чем диски Александра. Михаил нагло уже распечатывает третий тираж, то есть третий диск. А потом выбрасываю все. Да, а потом они их сжигают. Нет, мы не сжигаем, мы просто выбрасываем. Мы сдаем участникам. Мне впечатление, что мы живем в разных абсолютно передачах с вами, честное слово. Дарья сейчас вспомнила слова и будет отвечать на вопрос телезрителей. И прорепетировала, да. А давайте оглушим Роман. Все? Пошло. Так, можно прорепетировать. Романа воткнула. Даша, пожалуйста. Я ожидал от тебя. Тише! Три, два, один. Тишина, студия, запись. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. А у меня на сердце было все да не то. А мне моя судьба, мне неведома. Пусть все будет как суждено, но... Супер! Молодец, Даша! Теперь божественно развернули. Я слышу. Теперь божественно послушаем. Он слышит? Он, 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 дышу, скарк, дзю, басю. Одним блоком возьмем или как? Хорошо, ладно. Японский или китайский? Это Яросей Масех. А, если японский, давайте одним блоком. Одним блоком. Первая часть, коротенькая, разминошенная. Поехали. Я напоминаю, что ваша программа называется «Ни одного голубого». Еще раз. Пишем. Ну, хорошо. Вторая часть, слушаем внимательно. Еще раз. И сразу пишем. Пишем. Браво, Роман! А почему вы такое жалостное лицо делаете? Мне так кажется, что именно так должна звучать эта композиция. С таким лицом исполняется. Правда, Даша, когда исполняла песню в прямом направлении, резала себе вены. Ну, я... Ничего не резала себе. Ну, хорошо. Дело изображало, видишь, что режет. Давайте дальше. Третья часть. А, мадай видень, ма, блю саянень. Законченная фраза, поэтому ее не можно делить. А, мадай видень, ма, блю саянень. И пишем. А, мадай видень, ма, блю саянень. Браво! Прекрасно. Очередная часть состоит из двух периодических кусков. Давайте послушаем ее. Итак, пишем. Пишем. А можно еще раз послушать? Конечно. Спасибо. Вам понравилось? Я могу записать на телефон. Спасибо. Еще раз. И еще раз. Больше не надо, пожалуйста. Мне тоже нравится стало. Сейчас я приду. Пишем. А, вот. Прекрасно. Зачем вы столько раз слушали, чтобы вот так и спохрабить то, что сделала Даша? Пусть переделает еще раз. Михаил, а вам я могу... Давайте переделаю еще раз. Давайте. Не, Михаил, я вам могу записать вот это. Татьяна Лошадь. Что? Вот это записать вам? Вот это на будильник. Запишите мне. Мелодия будильника. Мелодия будильника. Очередная часть. Роман, внимание. Меня далось сулыбысть. Меня далось сулыбысть. Ну, это точно песня? Конечно. Меня далось сулыбысть. Пишем. Меня далось сулыбысть. Отлично. Молодец. Странный акцент появился такой. А, да. Национальный какой-то. Сагаловский такой. Очередная часть коротенькая, очень простая. Один раз слушаем и сразу пишем. Приготовились. Тряси на немю. Пишем. Тряси на немю. Абсолютно правильно. Тряси на немю. Про апельсины. Предпоследняя часть. Мы почти в финале. Внимание. Хотя нет, первую часть отдельно сделаем. Давайте первую часть отдельно. Внимание. Михаил. Для вас. Вау. Роман. Пишем. Роман, я вам просто... Я как могу, так и стану. Значит, Роман, знаете, вот... Ребята, по-другому не умею. Не будем вас звать, озвучивать эротические фильмы. Хорошо. Я не стремлюсь. Роман, давайте просто сравним, да? Вот я вам поставил вот какую божественную часть. И вы сделали вот что. Понимаете? Татьяна, как вам? Вообще? Не возбуждает? Нет. Каждый... Ладно, давайте, давайте, давайте перепишем. Давайте перепишем. Если мы сейчас будем переписывать, вы знаете... Давайте будем дальше идти, может быть, что-то еще встретим интересное. Ну, давайте хотя бы эту фразу. Нет, хватит уже. Хватит. Двигаемся, Ла, шрама. Я думаю, что лучше, чем вот это, вы не сделаете. Хорошо. Приготовились. Следующая часть, внимание. Йо-ди-бэйнэс. Йо-ди-бэйнэс. Вы когда-нибудь ели... Самое лучшее. Йо-мэй-вэйнэс. Йо-мэй-мэйнэс ели вы когда-нибудь? Это же он. Йо-ди-бэйнэс. Мэйнэс там. Бэс там, да. А, это Буэйнэс. Буэйнэс. Это такой суп... Марсельский супрымный, я знаю. Молодец. Моэйнэбэс, все успокойся. Сейчас все нормально, сейчас все будет хорошо Слушаем и сразу пишем, внимание, Роман Пишем Ну секундочку, подождите Записали Не подходит, давайте еще раз, пожалуйста Пишем Умный майонез, действительно И финальная часть, Роман, внимательно Еще и не закончится Да А можно разделить на шесть частей? Что-то ночью в энзинайн какой-то, да? Вот видите Сегодня ночью в энзинайн Да, это известное затмение Сегодня ночью где? В энзинайн Это какая-то штучка такая, что ночью сегодня попробуй сделать в энзинайн Вот что такое А у них у солдата одно даудесно Пишем И в энзин ночью в энзинайн Браво! Вот так Роман справился с заданием Теперь отгадать бы песню и все Да, угадать песню, если вы думаете, что вы угадаете ее В крайнем случае вы можете спросить у своих товарищей Они-то слышали ее, как она поется в истремом направлении? Ну, честно говоря, Даша только после середины песни разобралась Какую же именно песню она поет? Не, ну Даша не сразу схватила мелодию Собневалась немного И причем это только Даша сообразила, какую мелодию она поет А мы-то так и не поняли Ну, мелодия хоть существует? Ну, естественно Ее просто Даша не спела, а так она существует Даша, спасибо тебе Счастья, здоровья, добра, удачи Вы как будто прощаетесь, Роман Давайте послушаем, все готово уже Внимание Ой, я знаю, знаю Вы знаете, Роман Вы удивительным образом вам удалось спеть сразу три разных песни Нет, нет, это вот так вот, смотрите Вот так, сыграй Сыграй вот так Ну так вот, давай Так, давай Так, я помню, на языке Я не знаю, что не знаю, себе Давай Вот ключи Раз, два, три Я не знаю, что не знаю, себе Я иду Я в эту песню Я не знаю, что не знаю Я не знаю В эту песню Я не знаю, что неoubl Роман, ещё никогда в жизни у нас зал не аплодировал так человека, который даже не догадывается, что это за песня. Это народная грузинская песня. Известная певица Софикора Торидзе, нет? Софикора Торидзе? Да. Ну, вы знаете, в первой строчке вы были максимально близко к оригиналу. А можно ещё раз поставить? Пожалуйста. Дальше вы ушли, можете даже не пытаться вслушиваться. Но вот в первой строчке там даже есть какие-то слова. Давайте подскажем всё-таки минимально Роману, что это женская песня. Я же сказал Софикора Торидзе. Поехали. Слушаем ещё раз. Вторая попытка. Максимальное количество попыток три. Ну ладно. Так. Ну мы даже так ещё подскажем вам. Эта песня даже поёт не одна женщина, а три. Виагра, что ли? Ну... Ну это, знаете, это не самое сложное. А у меня это... Когда сказать, что поёт три женщины, сказать, что это Виагра. Тем более, что их сейчас двое. Да. Ну это не важно. Роман... Количество Виагры меняется. Это действительно. Роман... Я же не могу контролировать количество Виагры, посмотрите. Роман, у вас есть количество попыток, Роман. У вас количество попыток ровно равняется количеству песен у группы Виагра. Не надо вот так вот. А что у него, 15-ти будет? О, Михаил, уж прям. Роман, я знаю каждую. Итак, мы знаем, что это песня Виагры. Роман, слушаем ещё раз. Это третий, последний раз, когда мы вам крутим этот... Ну, Виагра точно. Да. Вау. Итак, от вас надо название песни. Или хотя бы строчку. И в конце так хорошо, жалостливо. Это какая песня, не помню. Ну, перестаньте. Каждый солдат знает все песни Виагры. Ну, а что вы говорите? Затёртый до дыр диск. Моя попытка номер пять. Это уже не пятая попытка ваша, Роман. Подожди, так это же... Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Простите меня. Чуть-чуть, милота. Прощаем вас, Татьяна. А вас, Роман, не прощаем. Садитесь на место. Почему? Он вообще споёт. Он, может быть, споёт. Вы специально сейчас играете? Объясните. Я не знаю, что не знаю, что не знаю, что не знаю. Представляются мужики с усами, никаких вягры здесь нет. А, это, сейчас... Что вы это подсказываете? Сидят, подсказывают. Скажите, пожалуйста, мне это название песни. Называется эта песня. Мелодию, помните? Спасибо, Солжин. Это вы строчку, подскажите ему. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на В конкурсе сыграйте Роман Богданов! А сейчас на следу Роману спешит участник команды победителей для того, чтобы угадать песню. А еще один, еще один попытается ее спеть. Спрошу. Куда вы, Тимур? Тимур, станьте к наушнику. Тимур разминается просто, нужно размять ноги. Итак, Антон. Подождите. Ну сейчас, не ойкайте. У нас же два диска. Второй. Все стерильно. Антон, тишина. Антош, спой, опор. Студия. Запись. Сейчас. Записали, коротенько получилось, надолго. Сейчас. Приготовились. Поехали. Неужели из-за масти мне не будет жизни счастья? Я бежен злой судьбой, а зачем я голубой? Браво. Браво. Вот. Ничего личного. Браво. Браво, Антон. Какой прекрасный выбор. Браво. Это так приятно, когда люди возрождают жанр детской песни. У меня двое детей. Вот именно. Да. Тимур. Все. Пожалуйста. Тимур, ты зря улыбаешься сейчас. Прошу вас, Тимур. Ты не знаешь такой песни однозначно. Это ты, Даша, не знаешь такой песни. Тимур знает все песни. Тимур знает все песни. Тимур, представляешь, Антон спел голосом Даши Сагаловой. Давайте в этом убедимся. Мне так жалко сейчас стало Антона. А это очень грустная песня. Очень грустная. Первая часть этой грустной оратории. Слушай внимательно. Еще раз. Пишем. Прекрасно. Вторая часть. Внимательно. Вот она. Слушаем ее. Еще раз. Пишем. Браво. И поехали дальше. Вот она очередная часть. Коротенькая, очень простая. Зажигай. 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 Пишем. Зажигай. Отлично. Зажигай. Пять записали. Очередная часть. Вот она. Ай-с-а-щи-дзиш. 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 Слушаем. Ай-с-а-щи-дзиш. Приготовились. Пишем. Ай-с-а-щи-дзиш. Браво. Предпоследняя часть. Тимур внимательно. Ещё раз. Пишем. Отлично. И финальная часть. Длинненькая. Взвейтесь ко страну. Ну просто какой-то гимн. Оказывается, это был гимн задом наперёд. Вот этого вот всего. Точно. Чего всего. Короче говоря, Михаил, я вам объясню. Вот это вот. Это гимн. Разворачиваете и получается то, что получалось тогда. Получается песня. И сям вазы и лежуинь. И сям вазы и лежуинь. Пишем. И сям наш мир и резим. Браво. Записали. Записали. Так, сейчас Тимур быстро повторит все песни группы Виагра. Видите, наконец-то мы раскрыли эту тайну. Хоть одна песня в обратном направлении имела какой-то смысл. Да. Такая прям подпольная, настоящая. Они собирались тогда там. Разворачивали. Под полом. Приготовились. Мы разворачивали. Внимание. А где вы взяли эту песню, кстати? А, у них гимн. Это же гимн. Конечно. Вы помните, вы хотели спеть гимн? Чё вы, ну чё вы. Тихо. Приготовились. Слушаем. Мизеринг же, а седьминем. У чизны счастья. Я дыжин по собой. А, санчином зуману. Самого главного. Подожди, секунду. Он так и не сказал. Подождите. Это вы уверены, Александр, что вы развернули... Конечно. И это то, что спел Тимур? Да. Тогда вопрос к Тимуру. Я хотел бы ещё раз прослушать это невероятное, чудесное произведение. С удовольствием. Любимая песня Антона. Конечно. Так, внимание. Мизеринг же, а седьминем. У чизны счастья. Я не знаю, как спеть эту песню. Не сняйтесь, Тимур. Я понял эту песню, но как спеть последнюю строчку? Вместе, вместе споём с тобой. Я не помню первые две строчки, но последнюю я понял. Вот, Тимур, вы слышите, что вы сказали? Вопросительная последняя. Как это спеть? Я знаю эту песню. Прекрасно. Только я не помню сейчас первые две строчки, а последнюю я не знаю, как спеть. А работает микрофон, да? Я обижен злой судьбой, а зачем я? Не ушей, ты дома сни? Давай, не помню. Мне не будет чизни счастья, Я обижен злой судьбой, А зачем я? Тимур, Тимур, только я подумал, сейчас вы споёте эту строчку, а мы потом волнулись. Смотрите на канале СТС. Причём слова «Ах, зачем?» Воскресенье 23.00. Ах, зачем мы отрежем? Михаил, не вы узнаете, Ах, зачем я голубой? Михаил, нет, не проблема, смотрите. Мы сделаем просто. Мы возьмём Тимура, который здесь поёт. Ах, зачем? Я потом склейкаю, Антон, голубой. Всё нормально? Прекрасно. У нас же записано всё. Итак, уважаемые жюри, пожалуйста, ваши оценки за конкурс «Апош». Прошу вас. Что у вас случилось, друзья? Не надо. Нет. Да нет. Ну зачем вы это шоу сделали сейчас? Мы же заготавливали на финал. Соберите. Ребята, сладкая вата, налетай. Татьяна, вам подыграть что-нибудь? Или помочь? Ей надо помочь, причём сильно очень. Давай, собирайте всё. А я, собственно, всё. Давайте сейчас обрежемся. Не надо даже обрезаться. Даже не надо. А на чем мы остановились? Зачем я это сказал? Итак, спасибо, уважаемый Айпош. Ты нам больше не нужен. Татьяна, ты успела за эту короткую, мгновенную паузу подсчитать оценки, которые выставила жюри за этот конкурс? Или тебе нужна еще секунда? Что это, Тань? А я его искал, весь дом обшарил. Ну, Тань, ты чего? Это же мой любимый пенопласт. Надо сказать, что я собираю пенопласт, друзья. Кто-то собирает спички, кто-то марки. Я собираю пенопласт. Я тоже его собираю, только я в рот. Это спонсор нашей передачи пенопласт. О-о-о, пенопласт. О-о-о, пенопласт. Да. Или еще так, пенопласт. О-о-о. А может так, о-о-о, пенопласт, пенопласт. О-о-о. Чем больше упоминаешь, тем больше о-о-о. Меня больше нет во рту ничего. А, ты говори о тем. Может быть, тебя в другом где-то вместе еще. А я чего сейчас должна была говорить? А ты должна была вынуть второй пенопласт и сказать оценки за конкурс ОПОШ. А-а-а. Дорогие друзья, после третьего раунда неожиданно для членов жюри победила команда ни одного голубого со счетом 9-6, но счет по-прежнему 26-19 в пользу команды. Победите! Вы знаете, друзья, табличку с номером четвертого раунда по неписанным законам нашей программы всегда носит человек, который меньше всего этого хочет. Оглядывая всех сидящих на сцене, я вижу, что меньше всех нести табличку хочет саксофонист группы Джангой Брадерс Тимофей. Понимаете? Ну а как, понимаете, Тимофей проводит свою жизнь в двух местах. На сцене и в солярии. А сейчас вы что ему предлагаете? Сейчас я предлагаю ему разнообразить жизнь. Но на сцене. Но на сцене. А я думала, он зайдет в лифт и... Но с этим он в солярии не влезет. Этим можно прикрыться за то. Зачем? Нет, можно же вырезать вот эти вот дырочки там, где беленькая. Тимофей, мы ждем вас. И загореть так, чтобы твит... Конечно, идемте. Без вас как-нибудь обойдутся. А я подержу ваш саксофон. Вы с саксофона пойдете, Тимофей? Ну, Тимофей, это ваш звездный час. А нельзя, чтобы он вышел из солярия и... Точно, точно. Нельзя солярий поставить посредине. Давай, нет, а пусть он из дипта выходит. Типа у загоревшей. Нам вот так, о-о-о-о. Будьте добры, откройте нам солярий, откройте нам. Солярий, если можно. Пожалуйста. Закройте солярий. Закройте солярий. И по команде четвертый раунд откройте его. Сколько нужно минут держать человека в солярии? Это сколько у него жетонов. Все от этого зависит. Итак, внимание. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Прекрасная работа. Теперь вот вы, Михаил, сделали очень страшную вещь. Вы кинули зерно раздора в эту группу. Теперь они будут говорить, ну конечно, ты же таблички носишь. Тебя из солярия достают. Ну а че, теперь придется каждого по разу выводить. Нет уж. Ведь почему Битлз распался? Однажды Пол Маккарти на концерте пронес табличку. На хороших шутках они как раз были втроем. Да, это известная история. В 63-м году они приезжали. Да, тогда Брежнев в жюри сидел. Тайно, тайно. Брежнев сидел в жюри. И спал. Иногда. Иногда просыпался. Итак, как вы заметили, друзья, у нас сегодня очень, очень простые конкурсы. Мы всегда поступаем именно так, когда нам в передачу приходят солдаты и Тимур Андрегессен. А правила нашего четвертого конкурса еще проще, еще проще, чем вместе взятые правила всех трех прошедших конкурсов. Вообще ничего делать не надо. За вас все сделает вот эта штука. Прошу. Друзья, это единственная деталь американского военного спутника-шпиона, которая долетела до земли и не сгорела на верхних слоях атмосферы. Она упала прямо к нам встанье на дачу и попала в кастрюлю с борщом. Мы подумали, а почему бы не использовать эту штуку? В четвертом конкурсе вместо борща, как обычно. Да. Татьяна, объясни, как эта штука работает. Делся, друзья мои, что это тангажный двигатель USA193-NAOL21, работающий на высокотоксичном топливе гидрозингидранте, а не лина. Выхлопные газы мы будем направлять в лицо одному из участников команды. По-моему, великолепный конкурс. Ну что ж, по-моему, великолепный конкурс. Нам осталось выбрать только добровольца. А добровольца мы назначаем. Сейчас первым это будет добровольц команды «Ни одного голубого». И вот Иван Маховиков. Прошу вас. На всякий случай, потому что оттуда будут вылетать куски борща. По технике безопасности положено. А что нам делать-то надо? Ну, на экране за вашими горе-друзьями... Ну, во-первых, поесть борща. Горе-друзьями будут возникать слова, значения которых вы должны будете объяснять вашим друзьям, ну, не называя впрямую этих слов, конечно. Ну, а всё остальное вы увидите. Вы почувствуете на себе. Да. 2.30 это время. Мы тоже готовы. Итак, на всё про всё у вас 2 минуты 30 секунд. Поехали. Готовы? Поехали. Что это? Это такая маленькая штука, типа коптёрки, только там вот по-другому называются. Папа Карло там сидел. А, это... Коворка, коворка, коворка. Коворка, следующее слово. Это такая... Это бобёр с носом птицы. Усконос! Да, усконос! Браво, следующее слово. Бобёр с носом птицы. Это тот, кто лежит жопу. Подлиза! Почти! Подлиза! Лиза блюд! Лицемер! Ну почти! Лицемер! Лизожоп! Лизожоп! Нет! В общем, поспорство правильное. Лизун! Это нет, нет. Подлиза! Ну, почти! Подлиза! Лицемер! Сначала правильное! Подлизатель! Нет, ну, начало. Подходим, подходим! Подходим! О, это что? О! Это есть у каждого дома! Крыша, крыша, крыша! Да, следующее слово, правильно! Быстрее, быстрее, быстрее! О! Это то же самое, что химия! Вот! Физика! Физика! Чайблоки где-то! Лично! Браво! Следующее слово! Суп, который, фу, из рыбы делает! Уха! Да, следующее слово! Ребята, это такое слово, которое я вам не могу объяснить! Дальше, дальше! Дальше, дальше! Следующее слово! Ну, быстрее, ну! Я не могу его объяснить! Ну, давай следующее! Это, я не знаю, блин, это какая-то... Следующее слово! Ладно, не можете, поехали! Это, это, это... Как это сказать? Это... О! Ну! Ну вот, это травка такая! Травка! Такая травка! Травка! Суп-то, прочее! Нет! Мели-сунели! Укров! Петрушка! Петрушка! Базилик! Петрушка! А-а-а-а! Терзай! 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 Итак, это был Иван Маховиков! Команда солдат и ни одного голубого! Спасибо! Презиняем сюда Владимир Атишко, прошу! Ой! У меня тут с собой пенопласт, может быть, Владимиру зарядим туда? Не надо, мне так лицо метится здесь уже! Еще у меня есть 10 теннисных шариков! Давайте! Даша, Тимурчик, то, что я буду говорить, не слушайте! Просто пытайтесь интуитивно угадать то, что я хочу сказать вам! Перебирайте все слова, Павел Павел! Да, на всякий случай! Итак, а у Даши не работает микрофон? А работает! А ты попробуй говорить туда, Даша! А есть разница между тем, когда у Даши работает микрофон и нет? Внимание! Поехали! Поехали! Быстрей! Типа коморки, где хранится всякое старье! Кладовка! Нет! Я плохо слышу! Коморка там в деревне, в деревенском домике как-то там! Сене! Амбар, сарай! В доме, в доме находится! Чулан! 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 Правильно, скажи число! Быстрей! Это животные! Животные? Животные! Пепарь! С пичками! Вот! Корова! Мне так нет! Маленькая, похожая на медведя! На медведя? Пум! Зебра! Животные с сумкой! Кенгуру! Куала! Панда! Ну? Нет! Следующее слово! Я кенгуру! Быстрей! Ты, раздрыгивайся, это ты! Что? Я знаю! Что? Человек, который не хочет работать! Воды! Тунеядин! Да! Браво! Быстрее! Это то, в чем варят суп или борщ? Кастрюля! Точно! Следующее слово! Это умение правильно написать слова! Правописание! Грамотно! Так, хватает! Должно! Следующее слово! Это то, что дует мне в рожу! Ветер! Нет! Откуда? Труба! Труба! Нет! Тропоскоп или какой-то? Тропозатрон! Она еще царем бывает! Пушка! 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 Браво! Следующее слово! Смотрей! Это то, чем я занимаюсь, стоя перед этой пушкой! Говоришь! Страдаешь! Практически! Паришь! Творчество! 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 Мучаешься! Мучаешься! Нет! Творчество! 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 Я! Ты играешь! Живешь! Играешь! Творишь! Творишь! Ну, твори что-нибудь! Существуешь! Я придумываю что-то новое! Новый шаг! Ипровидируешь! Существование! А-а-а! Ну, ипровидируешь! Это в рекламе очень часто присутствует! Да я смотрю твою рекламу, что ли! Что? Рекламируешь? Следующее слово! Быстрее, пожалуйста! Сейчас, ты смотришь! Это! Это! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сразу следующее слово! Давайте следующее! Это! Быстрей! Быстрей! Это! Быстрей! Это плоские губы! А это круглые губы! И на голубцы похожи! Ой! Ой! Варенники! Варенники! И варенники! И варенники! Владимир Тишко! Наши губы! Спасибо, уважаемая Туркина! Вы можете покинуть сцену! Владимир, отдайте очки! Они еще понадобятся нескольким добровольцам потом! О, божественные! Вы выглядели как, вы знаете... Как он сказал! Как Джонни Депп вы выглядели! Плоские, да! Как Брэд Питт вместе взятые! Круглые губы, только плоские и еще похожи на голубцы! Это вареники! И даже после этого объяснили! Это было слово круглогубцы! Что это такое? До свидания, Турбина! Ты славно послужила нам сегодня! Итак, уважаемые жюри, ваши оценки за конкурс Турбинка! Пожалуйста! Уважаемая Татьяна, как вы подсчитали то, что проголосовало жюри? Как вы сейчас очень отвратительно по-русски говорите, Михаил! Как вы подсчитали то, что проголосовало жюри? Давайте я по-другому скажу! То, что проголосовало жюри, вы подсчитали как? Друзья мои, я в затруднении! Дело в том, что во время первого и второго раунда жюри проголосовало 10-5! Вот так! А третьего и четвертого 9-6! Как вот это так? Вы как-то договаривайтесь между собой, что с вами происходит! Вот опять после четвертого раза они проголосовали 9-6! И общий счет становится 32-28! Совсем чуть-чуть пользу! Дома победителя! Ну что ж, ситуация напряженная! Поэтому табличку, табличку с номером 5-го раунда, по нашим правилам, должен нести человек, который учился в школе на одни пятерки, либо у него должна быть зарплата 5 миллионов долларов, либо 5 букв фамилии. Бу-у-у-у! У меня две К! Ну правильно! 6 получается? Нет! Тиш-к-хо! Тиш-к-хо! Да? Знаете что, Владимир, вы так красиво сейчас выглядели! Давайте продолжим! Че вам стоит действительно? Да правда уж! Хуже-то выглядеть уже не буду! Да бросьте! Со словами «Тогда мы идем к вам!» У вас пятый раунд! Тогда мы идем к вам! Внимание! Владимир сейчас будет пользоваться кипячением! Итак! Внимание! Ух, сейчас цискоридзе, наверное, прямо... Сжался перед экраном! Грызет ногти, переживает! Вот она, смена моя! Вот! Вот она, смерть моя! О-о-о! О-о-о! А сейчас еще Алина Кабаева стала грызть ногти! Скватилась за сердце! Они вдвоем сидят, цискоридзе такие... Кабаева уже на ногах, по-моему, стала грызть после моей... Все, бросайте микрофон! Сейчас Владимир взяли микрофон! Не теряйте эту форму! Владимир! Внимание! Пятый раунд! Пятый раунд! Пятый раунд! Владимир! Аплодис Mia! Впервые я видел моряка на лошади Как? Старика? Моряка Я впервые видел... Старика-моряка Отдайте табличку, ленточку можете оставить себе А вы раньше видели, то есть, моряков с ленточками? С ленточками? На бескозырке у них ленточки, да Конечно Это была такая аллегория Ленточки на бескозырке Итак, друзья мои Наш пятый конкурс Ещё проще, чем четвёртый Проще вообще уже некуда, друзья Дальше там только инфузории и амёбы И туфельки Да В этом конкурсе вообще ничего не надо делать За вас всё сделает Александр Пушной И группа Джанкой Брадерс Александр, вам осталось только рассказать В каких стилях будут петь сегодняшние команды Вы будете в каком стиле петь вместо нашей команды? Александр сейчас разберётся Кстати, вместо какой команды первой вы будете петь первым-первым в этом стиле? И в каком стиле, кстати сказать? И, кстати, вы петь будете вообще сегодня, Юльич? А у вас какой-то язык пластмассовый У вас язык чёрный Зачем вы его вынули? Спрячьте язык Спрячьте язык обратно и расскажите, где вы будете сейчас... На земле И как можно вызвать вас на дом, чтобы вы тоже прикрутили что-то людям? Михаил Да Пушной на час А это ваш пульт управления, да, Александр? Вы без него никуда, я смотрю Да, Михаил! Да, Александр! Да, Михаил! Итак, Александр, какая команда у нас участвует первым? Понятия не имею, Михаил Затрешать Татьяну А вы не могли бы у неё спросить? Давайте попробуем Давайте Дайте ей трубку Алё Татьяна? Кто это? Татьяна, алё Да Здравствуйте Здравствуйте Какой счёт у вас сейчас? Ой, какой вы страшный Какой счёт у нас сейчас? Какой счёт? При чём тут счёт? Ну, потому что та команда, которая меньше букв в счёте выступает первая Команда победителя Да? А! Итак, Александр, вы подготовились уже, я вижу Спасибо, Александр! Вы сегодня моментально подготовились Сегодня просто в отличный формат Итак, первыми в конкурсе музыкально-танцевально-песенам Участвует команда победителей Прошу вас Даша, у вас ещё будет время наиграться в это, поверьте Итак, Александр, расскажите вкратце, что за песня, какой стиль, куда им идти? Да, друзья, сегодня мы будем шагать, как говорится, широкими шагами Возьмём песню, которую все знают, но ещё год назад о ней никто не слышал Эта песня про папихных дочек, помните? Конечно Поёт её группа Ума Турман Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус И хоккеисту жена сбежала, и на работе последшей Папины дочки Вот вкратце Сегодня в прекрасной форме, Александр А я, между прочим, спел практически так же, как у Ума Турман Но не в этом дело Мы сегодня будем пародировать два стиля Первый стиль, это стиль, мы его назовём просто стиль Леонида Агутина И, естественно, что у Леонида Агутина есть Леонид Агутин Есть Анжелика Варум Собственно, ближе ко мне стоит всего Родригес, поэтому ты будешь сегодня Агутиным Варум будет, естественно, Даша А кем будет Владимир? Он будет хореограф Леонида Агутина Не, ну хореограф слишком просто Почему? Поющий хореограф Борис Моисеев, действительно Борис Моисеев будет Владимир Тишко Хорошо Это не вызывает привыкания, нет? Никаких привыканий Вам отдаётся строчка в этой песне Сейчас мы её найдём, вот эта мне очень нравится Он вам не старый баркас Мне будет достаточно для Бориса Можешь сказать, он просто, ах ты старый баркас Вот так вот Вот это не надо, это будет опасно А хорошо Ещё Что это мой не старый баркас И ещё вам будет Не совсем старый И вам будет ещё такая строчка отдана Парень загадка Да Да Давайте вкратце мелодию вспомним Давайте, да В жизни иногда, как поёт вообще Агутин, ты же умеешь Агутин поёт, ему слов вообще не важно Да Мы же не смотрим Это главный вирус Очень важно двигаться правильно Как? Покажи То есть, либо, если у меня бубен в руке То я двигаюсь вот так А если бубен не важен, то? Ну, прекрасно подготовился, Тимур Может, мы пойдём, это самое Переоденьтесь, откройте нам лифт В который сейчас сядут эти, да Это группа Быстренько, на всё про всё Минуты, не больше Не торопитесь Сейчас зажмёт Вот, всё Итак, нам нужно только придумать название этой группе Ведь Леонид Агутин, Анжелика Варум и Борис Моисеев Не всегда вместе выступают Давайте так и назовём Да? Борис Моисеев весной Да, прекрасное название Весенний Борис Прекрасный нас Борис Итак, дамы и господа Встречайте группу Весенний Борис 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 Помогает добрым советам И подрослалу влечет души Нас и вопроса отнает ответы Где-то подскажет, как делать лучше А что же вас ждёт впереди? Но всё же он полетит Он сам счастливый из нас, и с вами небесами Он вам не старый баркас, а вам фрегат с парусами А чё причина тогда? А тряпы стоют, я жива дома всегда Его пасины, а точки Браво! Молодцы! Итак, это была команда победителей А на смену спешит команда «Ни одного голубого» А переодеться можно? Пожалуйста После этой, мягко говоря, попсы, которую вы только что видели Мы будем сейчас брать за рога стиль опера Опера Друзья мои, я не думаю, что обсуждать тут нечего Значит, текст вам, да, ту же самую песню Жизнь иногда выпускает жала Да, вот нормально? Ну и прекрасно Порепетировали всё Какой текст? А, текст возьмите у Бориса текст Либриду почитать можно? Спасибо, Боря Пройдите, пожалуйста, в лифт Тебе, тебе юнец Откройте, пожалуйста, лифт, я вас очень прошу Там Родригес застрял Родригес застрял в лифте Родригес, на кнопочку нажми, брат Спасибо, родной Вау Боже мой Я давно голубого, пацаны Я давно голубого Нет А в каком? Это рэп, вы не заметили Я заметил как раз Давайте Это будет такая Давайте подумаем название оперы Вот, знаете, они вроде бы как и солдаты, и оперные певцы Оперы Опера Точно Оперо Опер... Как это? Поёмте опера Нет Оперные опера Нет, давайте так Пойдём от другого Опера на привале Ни одного, ни одного голубого в опере Ни одного голубого опера Точно Ни одного голубого опера Опера? А, нет, не так Ни одного голубого, точка Опера Тишина полная, полная тишина Обычно ещё помнишь, что ты В начале, когда ещё вот это вот Ещё нравится, когда немножко так настраивается Ну давай настроим Скрипки, скрипки, не пошли Скрипки, пашни, дорогие А, о, 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 о И вот тут всё стихает Стихает Раздаются такие каблучки Выходит женщина Ни одного голубого опера АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Браво! Мы еще раз сможем в нарядах ребята. Не надо, не надо! Браво! Браво, не надо! Браво, не надо! Его папины дочки! У-у-у-у-у-у-у-у! Браво, браво! Буквально через два-три дня приходите на наши концерты! Друзья, прошу вас! Все, закончилось уже, закончилось! Спасибо, это была команда «Ни одного голубого»! И все-таки Михаил искусство побеждает! А, извините, будете еще раз пройдите, пожалуйста? Нет! Все, достаточно, пожалуйста! Итак, я прошу команды выйти на сцену! Прошу! Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего мы обратимся к жюри с просьбой... Не подводите нас! С разными просьбами, на самом деле, мы обратимся к жюри! Не можно! У одних одна просьба, у других совершенно другая! Вот с этими тремя просьбами... Еще одна от меня! Я обращаюсь к жюри вашей оценки за музыкальный конкурс! Прошу! О-о-о-о-о! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо! Спасибо, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, Татьяна! Это Оксанка! Татьяна, прошу вас! Видимо, сейчас что-то решится! Да, Михаил! Я подсчитала! Правильно! Редкий случай! Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем нешуточном бою... Две нешуточные команды сошлись! И за счетом 36-39 не выиграла команда победителей! АПЛОДИСМЕНТЫ Но зато за счетом 39-36 в том же самом бою не проиграла команда ни одного героя! АПЛОДИСМЕНТЫ И так, уважаемые друзья, в результате этого серьезного боя в финал сезона 2008 года выходит команда ни одного голубого! Спасибо! Телесенал «Солдаты и страны»! Целая команда! А команда победителей! Команда победителей получает утешительный приз от нашего информационного спонсора «Радио Юмор ФМ» бесплатный тур вместе с «Аршлагом» по угрюмрике! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На этом бой между командами победителей! И команды ни одного голубого объявляются закрытым! АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз благодарим всех участников! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы благодарим театру! Мы благодарим мизик-холл! Московский мизик-холл на каланчёнке за предоставленную сцену! Это была программа хорошей шутки! Смотрите нас на канале СТС по воскресеньям 23.00! Это были ведущие программы Статчина Лазарева и Михаил Шар! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам! До новых встреч на хороших шутках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова